Всем привет-привет! Сегодня мы поработаем набором Dolce. В нем четыре потрясающих укрывистых цвета. Мы начнем с очень красивого шиммерного оттенка Dolce Black. Покроем его на всю длину от кутикулы до свободного края. И еще могу сказать из практики, что он, как и все шиммерные оттенки, отлично тянется в градиент. Просушиваем наше покрытие и пока оно сушится, вырежем красивые очень цветы из декораций, которые в этом наборе просто изобилуют интересными интересностями и классными находками. Цветочки сложены и по одному, и по три, и с бутончиками, что очень хорошо в дизайне, потому что иногда нам нужны длинные цепочки из цветов, а иногда букетики. В этом дизайне я решила по бокам разместить мои цветочные композиции. Излишки убираю пилочкой и, конечно же, все морщинки лучше всего разгладить ультрабондексом. И перекрываем вельвет топ-гелем. Можно не сильно толсто, потому что мы еще раз будем перекрывать. Теперь мы будем дополнять нашу композицию китайской росписью. Для этого берем импасту, белый рафинад и мадженто, и кисточку 2.0, скошенную для китайской росписи. Сделаем цветовую дорожку, подбираем материал на кисть и начинаем расставлять лепестки сначала в уголочках, сверху и снизу. Здесь достаточно буквально нескольких лепесточков для того, чтобы сделать более пышным наш букетик и создать ощущение, что у нас цветочков очень и очень много в нем. И я еще люблю очень слайдеры тем, что намечены уже цветы, и мы можем в технике китайской роспись лишь дополнить некоторые лепестки и сделать их более выпуклыми. Посмотрите, какой сразу становится интересный цветок с разноцветными лепестками, чуть желтыми и чуть более розово-оранжевыми. На второй стороне я сделала то же самое, добавила в уголочках и на самих цветочках. Теперь я хочу добавить большой цветок, а может быть даже и два, прямо посередине между двумя сторонами. И я приложила вам схему, по которой я буду расставлять лепестки. Сначала рисую главный, потом добавляю еще один и еще один. Если у вас лепестки не находят друг на друга, то их можно рисовать сразу же. Если у вас замысел таков, что один лепесточек перекрывает другой, то сначала лучше просушить в лампе. И еще разочек посмотрим схему, потому что я решила добавить еще один цветочек, выглядывающий справа. Далее нам нужно просушить хотя бы 10 секунд наш первый ряд лепестков и начать добавлять второй слой, располагая новые лепестки посередине между предыдущими. Так мы сделаем объемным наш цветочек и придадим ему 3D эффект. Очень удобно с современными материалами, что нам не приходится каждый раз делать растяжку из двух цветов, а мы берем каждый раз из той растяжки, которую мы сделали в начале, в следующую порцию материала. Посушив, перекрываем опять вельвет топ гель и берем желтую кукурузовую пасту и белый рафинад. Теперь нам понадобится линеарная кисточка, смешав цвета вместе бледно-желтым оттенком, мы ставим маленькие точечки в серединке всех цветочков, и которые в слайдерах, и которые мы нарисовали с помощью китайской росписи. Думаю еще добавить зелененького, поэтому возьму зеленый, зеленый лес называется импасту, также смешаю с белым рафинадом и добавлю еще маленькие зеленые серединки, а также несколько точечек на фон, чтобы поддержать зеленые листики и чуть-чуть ближе свести мои две композиции. Белым рафинадом чистым делаю маленькую тонкую прорисовку по контуру некоторых лепестков. Это еще больше усилит 3D эффект от росписи. Сверху на защитном слое импасту лучше посушить подольше, 2 минутки, перекрывать ее уже ничем не нужно, потому что она без остаточной липкости. Вот такой компаньон у меня получился в другой композиции. Возьмем следующие цвета Dolce Pink и Dolce Purple. Они так классно сочетаются, что прямо сама рука тянется сделать градиент. Наносим сначала розовый цвет на 2 трети ноготочком, просушиваем, и потом уже в верхнюю часть на 1 треть наносим фиолетовый. Очень аккуратно, они достаточно плотные, тоже однослойники, и растушевываем кистью для градиента. Можно также смешать промежуточный, и если вы не так давно занимаетесь градиентом, вам так будет полегче, наверное. И здесь я хочу дальше после просушки взять вот такой вот слайдер с имитацией инкрустации, его размочить и поместить вниз, в правый нижний угол для красивой композиции. Морщинки легко растворяются ультрабондексом. Достаточно полусухой кистью пройтись вокруг, и вельвет топ-гелем перекрываем всю нашу конструкцию, и стараемся не попадать на камушки. Но если все-таки попали, не расстраивайтесь, мы потом это исправим. После просушки вельвет топ-гель не имеет остаточной липкости, и можно сразу начинать рисовать наш цветочек в стиле китайской росписи. Это будет роза. Для нее я также взяла розовый мадженту и белый рафинад в растяжку. Сделала дорожку из цвета и кисточкой. Также для китайской росписи 2.0 беру материал и раскладываю его по схеме в том месте, где у меня должен появиться цветочек. Мы пока не залезаем друг на друга листиками, можно их рисовать одновременно. Когда у вас пойдут уже листики друг на дружку наслаиваться, здесь, конечно, нам нужно просушить. Каждый из листиков в первом слое мы продолжаем на предыдущий, заворачивая их друг в дружку. И когда мы проделали эту операцию, мы начинаем заполнять все, что осталось у нас между этими слоями, более мелкими листиками, образуя красивую-красивую зависть. И обязательно, конечно, посмотрите на референс, на исходник, как у розы расположены эти лепестки. Без понимания, как они располагаются, будет крайне сложно сымитировать цветок. Еще раз перекрываем вельвет топ гелем, уже окончательно закрывая все проплешинки, которые у нас от первого слоя появились, и также стараемся на камушки не попадать. Но текласом, если вдруг попали, мы можем их снова сделать блестящими. Нанесли чуть-чуть и посушили. Он высыхает достаточно быстро. И теперь берем белый рафинад. Мы в чистом виде будем без дорожек уже делать окончательную финишную обводку на лепестках розы, чтобы они казались еще более рельефными и приобретался еще больше 3D-эффект. И тоненькой линией мы продолжаем некоторые лепесточки вглубь, еще больше усиливая зависть их и вкладывание друг в дружку. Здесь я не стала добавлять теней, чтобы розочка была очень легкой. Ставим точечку под декорацией и чуть большую точечку я поставлю еще сверху. И к ним еще буду добавлять линию. Мы все это делаем на поверхности барельефной прорисовкой и очень хорошо и тщательно. Лучше просушить 2 минуты, чтобы точно ничего у клиента не скололось. Линеарной кисточкой продолжаю рисовать линии, дополняя композицию и завершая мою задумку. Соединяю два кусочка воедино. Здесь мне хотелось какой-то лаконичности. И посмотрите, какой у меня компаньон к этому типсу. Можно их использовать в таком виде или менять местами. А также я подготовила более простые варианты для салонного обслуживания. Можно совсем убрать прорисовку или делать другие декорации вместе с цветами, либо поменять композицию. Экспериментируйте! В этом дизайне используем Dolce Green для фона. Покрываем на всю ногтевую пластину полностью от кутикулы до свободного края. Как и все цвета в боксе, он очень-очень плотный и укрывистый. Я бы сказала, что он однослойный. Просушиваем в лампе и тоненькой линеарной кистью любой гелевой краской или гель-лаком намечаем, где у нас потом в перспективе появятся линии этой разметки. Мы будем ориентироваться, чтобы за нее не заезжать. Достаточно будет всего лишь маленьких-маленьких точечек, чтобы не забыть, где она находится. Разметку можно просушить и потом берем Dolce Pink и намечаем, где у нас будет наш цветок. Делаем основной круг, чтобы у нас потом не просвечивал фон сквозь лепестки. Просушиваем нашу подложку в лампе и берем для дорожки красный цвет из коллекции Impasta. Растушевываем ее в дорожку цвета, берем кисточкой материал и начинаем по краю круга выкладывать первые лепестки. Пока мы не начали выкладывать вторые и третьи ряды, можем не просушивать и прямо сразу продолжать. Если вам сложно, то можете взять цветы в два из набора. Как раз большой цветок хоризонтемы я буду имитировать. И теперь 5D Dolce Glass я отрезаю частичку. Кстати, они очень хорошо режутся, если вы не знали. Прекрасно совершенно. Можно любую часть взять и размачиваю. И размещаю внизу по второй линии. Теперь покроем вельвет топом аккуратно, чтобы не задеть наши камушки и чтобы они не переставали блестеть. Поматовому топу лучше рисовать китайскую роспись и получается интересный эффект, когда перекрываете нижние листья, что они где-то глубоко-глубоко, а верхние они становятся чуточку ближе к глазу человека и получать такой 3D эффект. В этом цветке много достаточно рядов лепестков, и мы продолжаем заполнять, заполнять, заполнять все пространство между серединкой и основным радиусом первых рядов другими лепесточками. Когда лепестки наслаиваются, нужно просушить черным гей-лаком Black Dolce мы расставляем небольшие тени между лепестками, чтобы еще больше увеличить объем и придать живописность нашему цветку. Можно также черной эмпастой, черная смола, либо гранатовый сок бордовым цветом. И тоненькой кисточкой я немножко растушевала эти точечки, чтобы они не смотрелись точками. И еще раз перекрываем матовым топом. Если попали на камушки, их можно теклосом сделать опять блестящими. И белый рафинад и желтый кукуруза мы сначала белым рафинадом делаем светлые участки и подчеркиваем самое окончание лепесточков, делая их еще ярче и светлее. А затем смешиваем их вместе и рисуем уже поверх матового топа глянцевую тонкую барельефную линию, обозначаем линию френча и делаем вот такую асимметричную лунку сверху. Можно, конечно, линии менять по вашему вкусу и получать все новые и новые дизайны. И я захотела поддержать еще вот такой вот маленькой линии снизу. Давайте посмотрим на компаньон, который я подготовила. Он как раз со слайдером с цветочками. И цветок я добавила снизу. И немножко поменяла расположение линий. Как видите, этот бокс, он очень и очень обширный. И там много простора для фантазии. Посмотрим на все варианты, которые получились в ходе этого мастер-класса. Я думаю, он получился очень яркий и насыщенный.